Пятый канал представляет Еще раз спасибо, что помогли машину вытащить Да без проблем Ой Замок заедает Его лучше сменить Сменим Владеть? Благодарю Я заберу кое-что с вашего позволения Да, конечно Не жалеете, что семейный дом продали? Жалко, конечно Но он пустой пятый год Раньше здесь бабушка жила Был порядок А я часто ездить сюда не могу Что это у вас? Иконы бабушкины А можно взглянуть? Смотрите Начало девятнадцатого Нам может середина Продайте мне Нет Это память Не могу А если не отдам? Места здесь глухие Искать тебя никто не будет Вы что, с ума сошли? На Держи Ладно, иди Надумаешь продавать? Звони Ладно, иди Что-то ж такое Ну давай, давай Сиди, нет Редактор субтитров Вот здесь, в лесу, в двух километрах от деревни Ключи, обнаружили труп женщины. И что говорит местная полиция? Убийство. У них на три деревни один участковый, поэтому нас попросили, в общем, помочь. Ну, попросили поможем. Поехали. Удачи. Ну, что скажете? Значит так, машину обнаружил лесник, позвал меня. Три дня назад он здесь был, но машины не видел. Не местная точно. Номера вон питерские. А раньше почему не обнаружили? Дорога же совсем рядом. Здесь не часто ездит, все в колдобинах. Эту дорогу только местные знают, если к шоссе надо срезать. Да, Михалыч? Понятно, спасибо. Янка, там, в общем, дерево, бревно старое, посредине дороги, видимо, положили специально, чтобы путь переградить. Может быть, может быть, может быть. Ну, смотри, картина следующая. Дама здесь находится не меньше двух дней. Задушили вот этим тросом. Сначала сильно ударили по голове, потом подтащили. Трос перебросили через раму и долго тянули, пока не задохнулось. Следов никаких, все, разную и дождем. Игорь, ты почувствовала, что машина вся ладаном пропахла. Оля, трупом она пропахла. Делом займись. Да, пожалуйста. Вот, в кустах возле дороги нашла. Ого, это уже кое-что. Водительские права на имя Шаровой Светланы Игоревны. Ну вот, с этого и надо было начинать, экстрасенс. Что? Змея. Где змея? Здесь змея была. Оля, знаешь что, давай-ка ты поезжай лучше в город и займитесь там с Никой вот этой Шаровой. Поясняйте кто, что, контакты, а я здесь поработаю. Убитая Светлана Шарова. Сорок пять лет, актриса, работала в интерпризе. У нее есть свой сайт, ну там всякие отзывы, анонсы. Хорошо, Ник, тогда повнимательнее изучи ее сайт. Дмитрий Владимирович, ну там же тысячи комментов. Ник, так а работа у тебя? Телефон проверила? Да, ей в последнее время названивал какой-то Николай, у него вологодский номер. Ну, пробей тогда Николай тоже. Конечно. А еще ей звонила некая Тамара Кузова. Сорок шесть лет, работает в ателье, но она названивает до сих пор, видимо не знает. Ну хорошо, тогда передай мне тельце, чтобы встретился и пообщался с этой Тамарой. Окей. Да, это Света. А я ей звоню-звоню, а у меня прямо сердце не на месте. Ой, она же дом продала. И я оттуда хотела законы забрать. Я ей говорю, поехали вместе. Я смену отработаю, и у меня два дня выходных. Она мне говорит, ну что ты, Томочка, что я сама не справлюсь, что я маленькая, что ли? Тамара, а кому она дом продала? Вы в курсе? Какому-то Николаю. Я его не знаю, я только имя слышала. А вы еще сказали про иконы. Что это за иконы? Можете описать? Сколько их было? Да три, пять. Мы в этот дом каждый год к ее бабуле ездили, ну когда маленькие были. Я их так хорошо не запомнила, не интересовались тогда. Но если покажете, я вспомню. А кто-то же еще мог знать о продаже дома, как вы думаете? Ну, Кирилл, наверное, знал. Какой Кирилл? Ее любимый. Фамилию знаете? Бочкарев. Ой, Бочаров. Бочаров. Пустый какой. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а позавчера, пятого числа, вы здесь работали? Это во вторник? Да, конечно. Ой, а что случилось? Нет, ничего страшного. Я хотела уточнить, ваша коллега напротив, она здесь была в этот день? Тамара? Да. Была весь день. Утром открылась, потом сказала, что у нее срочный заказ, закрылась после обеда. И строчила там на своей машинке, как подорванная, весь день. А вы сами это видели? Да, конечно. Она никуда не выходила. Хорошо. Вот покупатель дома. Салтыков Николай живет в Вологде. А зачем покупать дом в Ленинградской области? Далековато как-то? Ну, хороший вопрос. Знаешь, он несколько лет назад был осажден за торговлю краденными подельными иконами. Получил год условно, может быть, поэтому решил перебраться в ключи. Вполне возможно. А икону Светланы нашли? Нет. Ни в квартире, ни в машине. Семенович, а проверь-ка на предмет торгового выхода, а? Понял. Сделаем. Только тихонько. Хозяева есть кто? А вот и выход. В лесу возле брошенной машины найдена убитая актриса Светлана Шарова. Подозрение падает на Николая. Светлана продала ему дом в деревне Ключи. Сыщики предполагают, что Николай мог убить женщину, чтобы завладеть старинными иконами. Светлана Шарова. В ствол положи. Положи. Пусти дыр, а кожа будет. Кто такая, а? Я из органов. Что ты несешь? Что за чушь? Говори, что надо, или я тебе глотку перережу. Вот теперь один-один. Спасибо за результаты. Очень хорошо, что ты зашла. Абсолютно была права. Барышня действительно умерла два дня назад, как ты говорила, между четырьмя и шестью часами вечера. А теперь смотри, что я нашел. Ой, Лев Романович, пожалуйста, без меня. Ой, ну посмотри. Вот здесь, да, под волосами очень большая гематома. А вот здесь, смотри, свежая глубокая царапина. Если поискать предмет, которым она была нанесена, на нем должны остаться частички ее ткани. Правильно? Я поняла, мы поищем. Подожди, Оль, самое интересное. Смотри. Ой, Лев Романович. На шею, извини. Три стронгуляционные борозды. Вот о чем это говорит? Ну, я не знаю. С третьего раза задушили? Вот. Извини. Или ее пытали. Лев Романович, я пойду. Хорошо? Никому не интересно. Это ваши иконы? Это моя личная коллекция. Поняла? Да ладно. А вот эта женщина вам знакома? Это ее дом был. А что? Документы все в порядке. Деньги я ее у нотариуса отдал. Что ты делаешь? Забирай на экспертизу. Ксиву покажи. Вы задержаны по подозрению в убийстве Светланы Шаровой. Семенович, уводи. Оля. О. По поводу бойфренда Света Кирилла Бочарова. Так. Ему 43 года. Разведен. Работает врачом в клинике на Беляево. Смотри. Ага. А где он сейчас? Нашла? Ну, он два дня не выходил на работу. Телефон выключен. Последний раз звонил Шарову перед смертью. Так. А в какое время он ей звонил? В 16 часов. А с 16 до 18 ее убили. Да не хотел я причинить вам зла. Заворов принял. Этим тросом задушили Шарову. На его карабине отпечатки ваших пальцев. Объясните. Ну, а что тут странного? Она, когда к дому подъехала, разворачивалась и заехала в канаву. Я ее буксировал. На руке Шаровой царапина. А на браслете ваших часов ее эпидермис. То есть вы ее хватали за руку, тянули, да? Да это я в шутку. А она, дуреха, испугалась чего-то. Убедительно. Я никого не убивал. Она потом в Питер поехала, а я в Вологду. Зачем? Зачем, зачем. Домой заезжал, инструмент взять. Дом старый, его подлатать надо. Вернулся, а тут вы. А куда вы иконы спрятали, которые у Шаровой отняли? Не брал я чужого. Иконы видел, но не брал. Сколько их было и какие иконы? Старинные. Денег стоит. Одна Малый Собор Святых, другие не разглядел. Кто-нибудь видел, как вы уезжали? Да хрен его знает. Может, соседи видели? Ну что, нашли у Николая иконы, которые у Шаровой пропали? Найти иконы – вопрос времени. Николай в этом деле человек опытный. Он наверняка их уже продал или спрятал хорошо. Я когда была у Вайсберга, он обратил мое внимание, что на теле Шаровой три борозды. Ну, ты помнишь? А я вот знаете, что думала на эту тему? Что, если ее душили и убийце просто не хватило сил? Еще я тогда четко почувствовала, что она знала убийцу. Очень хорошо знала убийцу. Сама открыла ему дверь, вышла. Ну, это не Николай, мне кажется. Ну, а кто тогда? Ее бойфренд Кирилл? Ну? Кирилла исключать нельзя, он знал о продаже дома. Да, кстати, и он исчез в тот же день. О Кирилле нам ничего не известно. А Николай психопат явный, и я считаю, что его нужно дожать. Да, слова Николая нужно проверить. Так что, Оля, завтра поезжай в эту деревню Ключи. Хорошо. Семенович, ну что, пойду я поищу соседей, попробую пообщаться. Ладно, понял. Это он тебя прислал? Кто он-то? Отчим мой, алкаш. Никто меня не присылал. Ты что, от отчим избежала? От тебя это что? Я отшельница. Слушай, отшельница, я тебя сейчас забираю, и мы там выясняем, как тебя зовут, сколько тебе лет, и зачем ты сбежала. Хорошо? Не надо. Мне шестнадцать, Арина зовут. Сбежала, потому что отчим бьет. А здесь я с дедушкой живу. Он скоро опеку оформит. Арина, ты запомни, бить тебя никто не имеет права, поняла? Угу. Позвонишь по вот этому номеру, разберемся с твоим отчимом. А сейчас помоги мне, пожалуйста. Ты вот эту женщину видела? Она недавно приезжала с мужиком каким-то, а потом уехала по лесной дороге. С вот этим? Походу, он. А он за ней поехал? Нет, он тут остался. Слушай, а у вас в ключах кто-нибудь занимается скупкой старинных вещей, золота? Есть тут у нас один барыга, Лосев. Он у местных бабок всякие побрякушки за гроши берет. А дом у него там на отшибе такой зеленый. Слушайте, я вспомнила, вот этот мужик с фотографией, он же тоже потом вскоре уехал. Так, куда? Туда, там трасса на Вологду. Ага. Риша, спасибо тебе большое. Обязательно позвони. Поняла меня? Да. Обязательно. Да жесть. Что случилось? Да у Светы это еще одно удаленное сообщение. Вынуть его, ну полная жесть. Я так уж запарилась. Все понятно. Ей просто поклонники в любви признаются. Вот она и удаляет. А зачем такое удалять? Ну как зачем? Я вот один раз такое написал, так она у меня вообще из друзей удалила. А я там в любви признавался. Да. А это что ты написал? Ну как что? Стихи. Талантливые. Ну там сексуального характера. Знаешь, как было? Гриш, избавь. Да хорошие стихи. Ты послушал бы практически современная классика. Здравствуйте. Ваша фамилия Лосев? Ну? Вы можете вспомнить позавчера, вы где были во второй половине дня? Так на озере рыбачил. Мужики, если что, подтвердят. А что случилось-то? Вы занимаетесь скупкой ценных вещей? А это что, запрещено? Позавчера была убита женщина и были похищены старинные иконы. Среди них Малый собор святых. И если у вас при обыске найдут эти иконы, вы будете считаться соучастником. Послушай, красавица, ты меня на испуг не бери. Я что ли эту женщину убил? Ну, приносили иконы. Не отрицаю. Я в чем виноват? Этот человек иконы принес? Нет, этого я вообще не знаю. А кто? Да придурок один. Васька Незнанов. Охотник местный. Пьянь. Ладно, жди тут. В лесу, возле брошенной машины, находят задушенной актрису Светлану Шарову. Сыщики разрабатывают версию, что мотивом убийства были старинные иконы, пропавшие у Светланы. Расследование приводит к скупщику Лосеву. Эти? Малый собор святых. Это они. Серафим Саровский. А телефон тоже вам принесли? Нет, технику я не беру. Да и не было телефона. Только иконы. Потрясающе. Ладно, посмотрел и хватит, давай назад. Так, стоп. Иконы ворованные, я их изымаю. На каком таком основании? На таком. А деньги кто мне вернет? Разберемся. У Николая алиби. Его засекли видеорегистраторы аж под Вологдой. Засекли, засекли, я сама проверила. А вот с гостевой сайта актрисы Шаровой полная таса. Там куча удаленных сообщений. Зачем, зачем я этим занимаюсь? Может, чем-то посерьезнее? Например? Например, парень Свет. Он, конечно, при писке такой весь милый, но вдруг это он ее убил. Тем более, я его нашла. Ты молчишь? Где адрес? Так он в больнице лежит с сердечным приступом. Его забрали два дня назад, а то у метро удержено. Какая больница? Я скинула адрес. Спасибо. Пожалуйста. Ну вот, дорога. Обычно он здесь заходит. Капканы свои проверяет. А как я его маршрут пойму? До поворота дойдете, увидите красные тряпки на ветках. Вот по ним и идите. Так пойдемте со мной, покажете. Ну уж нет. Я тебе все рассказал, и будет. Мое дело сторона. А не знанову передайте, чтобы он мне деньги за иконы вернул. Ворюга. Милейший человек. Постойте, к нему нельзя. Вы кто? Что вам нужно? Произошло убийство. Возможно, Бочаров что-то знает. Это достаточное основание, чтобы меня к нему пропустить. Все равно не пущу. Он еле живой. Совсем недавно в себя пришел. Бочаров лежит в этой палате? Доктор, я сюда не о погоде пришла, говорите. Понимаете? Понимаю. У пациента обширный инфаркт. Ваш допрос его доконает. Хорошо. Когда можно прийти, доктор? Не знаю. Завтра, послезавтра. Я приду завтра. Но до этого момента здесь будет дежурить полицейский. Семенович, смотри. Ну, куда ты так несешься? Давай, передохнем немножко. Сейчас. За мной. Семенович, песня поет. Ага, слышу. Извела меня кручина, подколодная змея. Смотри на него. Опять черти прилетели. Прочь! Тебя, дурака, спасать пришли, а ты кидаешься. Ну и лежи тут. А я и лежу. Так. Незнанов, это вы? Незнанов. А вы откуда? Откуда надо. Из органов. Так быстро. Тогда, слушайте, попутал меня. Я нечистый. Семенович, как мы этого грешника отсюда доставать будем? Не надо вытаскивать. Грешен я. Вот Бог и покарал. В яму бросил. Тут я помру. Незнанов оставил свои отпечатки на иконах, ну, изъятых у Лосева, на дверях, на руле автомобиля, тоже на пуговицах Светланы. А теперь смотри. Отпечаток? Здесь лучше видно. Соследание крови Шаровой. И такой отпечаток один. А чей это отпечаток Лосева? Неужели Незнанова? Лев Романович. Какого-то таинственного третьего лица. А можно водички? Рассказывайте, Незнанов. Ну, что рассказывать? Позавчера был в лесу, на охоте. Машину увидел. Двери нараспашку. Подошел. Ну, это... Ну, подошел дальше, что? Она мертвая же была. Синяя такая. Глаза открыты. Струхнул. Угу. А трупы машину обшарить не струхнул. Ну, а что, мародером оставлять? А вы, значит, не мародер? Какой я мародер? Я добро спасал. Благородно. А телефон Шаровой куда скинули? Не было никакого телефончика. Можете мне поверить. В полицию почему не позвонили? Испугался. Ты что, меня за это задержали, что ли? Мы вас задержали по подозрению в убийстве гражданки Шаровой. В убийстве? Вспоминайте, где вы были три дня назад после обеда. Эээ, в три дня назад. Так мы с дружком, включи, на электричке возвращались. Поддатые. Голова гудела. Я, значит, к совке подхожу, говорю, налей сто грамм. Какой совке? Совка. Буфетчица на станции в ключах. Сто грамм просил налить. Она меня послала. Ну, туда, в общем. Ну, я по морде и заехал. Угу. Ну, весь этот ваш бред про совку и сто грамм мы, конечно, проверим. А пока посидите у нас. До выяснения. А можно в водичке? Угу. Да. Я поняла. Спасибо. Всего хорошего. На станции ключи подтвердили. В пять часов вечера Незнанов устроил скандал в буфете. Сломал буфетчицы нос. Подожди, а что с этим неизвестным отпечатком на иконе? Я проверила, в базе его нет. Здравствуйте. Это капитан Инга Жданова, МРГ. Скажите, как состояние Кирилла Бочарова? Бросили трубку нормально. Я им сейчас устрою. Меня этот Бочаров очень интересует. Потому что с работы он отпросился, а со Светой никуда не поехал. Почему? И куда он поехал в тот день? И еще одно. Убийца старинные иконы не забрал. Он взял телефон. Вот. Значит, там была какая-то важная инфа. Я глянула, что по финансам у Кирилла Бочарова все очень-очень плохо. У него куча долгов и кредит в банке на полрумана. Ммм. Прилично. Я поехала в больницу. Я же говорил, больной в тяжелом состоянии. К нему нельзя. Ну что, доктор, где ваш тяжелый больной? Здесь какое-то недоразумение. Сейчас разберусь. А вы что скажете, коллега? Не могу знать. Вы упустили подозреваемого. Вы понимаете это? Ника, рассылай ориентировку на Кирилла Бочарова по всем отделениям полиции. Срочно. Свои расследуют убийства актрисы Светланы Шаровой. У подозреваемых коллекционера Николая и охотника Незнанного, ограбившего мертвую Светлану, алиби. Внимание сыщиков теперь обращено к Кириллу, жениху убитой. Чтобы допросить Кирилла, Инга едет в больницу, но выясняется, что Кирилл сбежал. Кто расследует убийство Светланы Шаровой? Вы это, сами, кто вы видите? Я Кирилл Бочаров, близкий человек Светы. Эти, документики нужны. Кирилл Бочаров, ага. Бочерез О, потом идет Ча. Товарищ полицейский, я по срочному делу, еле дошел. Можно поскорее? Так, гражданин, держите себя в руках. Мы тут по регламенту работаем, не обы кто вообще-то. О, через потом идет О. Дурдом. Так, вот это, знаете, я попрошу при себе держать. Добрый день, а что здесь происходит? Да вот, гражданин оскорбляет при исполнении. Обезьянником прям пахнет. Пройдемся со мной. Вот туда по коридору направо. Пожалуйста. Гриша, ты ориентировки изучай. Угу. Так, я же почувствовал сразу, что он подозритель. Ну, чутье у меня, конечно. Про убийство Светы я узнал от Тамары. Она дозвонилась до меня сегодня ночью. А зачем вы из больницы сбежали? С Тамарой хотел встретиться. Думал, она что-нибудь знает. Она ничего внятного не сказала. Только просила остаться, мол, ей не успокоиться. А вы вообще давно знаете Тамару? Мы пробовали встречаться. Но однажды рядом с ней я увидел Свету. И неловко об этом говорить. Это важно? Это важно. Света, она... Это было как чудо. Мы почти не расставались. Собирались пожениться. Вы знали, что она продает дом? Да. Почему с ней не поехали? Мне предложили должное заведующего отделения в больнице. Правда, в области. В Гужевске. Угу. Просили приехать. Такой шанс. Света сама уговорила меня, и я поехал. И Света не стала переносить продажи дома? У нее были проблемы с деньгами. Накрылась работой за какого-то скандального ролика в интернете. Я же не думал, что все так и обернется. Понятно. Я разобралась со страницей актрисы. Нашла что-то? Да, взрыв мозга. Все аккаунты от правителей удаленных постов разные. Но лексикон один. Ее троллили не по-детски. Пришел ответ из Гужевской больницы. У Кирилла алиби. Он там был с двух до полшестого. Потом сел в электричку. А около восьми ему стало плохо уже здесь, в Питере. Ясно. Ты посмотрела IP-адреса? Откуда они? Да. Все посты отправлены из интернет-кафе на вагонные улицы. А, Кирилл сейчас еще рассказал про какое-то видео скандальное. У Светы были проблемы на работе из-за него. Ник, ничего подобного у нее не было на странице? Ну, было что-то такое. Сейчас тоже из удаленных. А залили его неделю назад. Смотрите. Говорю, наш режиссер Никитин хотел меня изнасиловать в обмен на роль. Уродный. Извращенец. Нет, простите. Хороший человек, но маньяк. Все, все. Ну, ладно. Ты же прикалываешь, но не снимай. У автора видео-тремор в руках. И Света хорошо знала этого человека. Это Света. А есть такой человек. И, кстати, достаточно близкий Светлане. Тамара сегодня не пришла, заболела. Тамара заболела. Скажите, а что у вас манекен ненаряженный стоит? Понятия не имею. Тамара на днях притащила и колонку зачем-то купила. Угу. Оль, мне нужно кое-что проверить. Здравствуйте. Здравствуйте. Вспомните, пожалуйста, 5-го числа. Тамара куда-нибудь отлучалась со своего рабочего места? Так меня спрашивали уже. Нет. Сидела там целый день. На машинке строчила. Угу. Посмотрите, пожалуйста, вот туда. Тамарка вернулась? Пройдемте сама. Ой, неужто это был манекен? И правильно подобранное звуковое сопровождение. Поэтому вам показалось, что Тамара была на месте. Тамара, здравствуйте. Вы чего так испугались? Я? Да неожиданно просто. Ой, у вас руки опять дрожат. Всегда так? Нервная. С детства. Разрешите посмотреть? Ой, откуда у вас ссадина? В чем дело? Я на работе товар принимала. Трос, которому давили вашу подругу, был перекинут через дверцу и изрядно потрепался. Экспертиза покажет его частицы у вас под кожей. Что вы несете? Светлана была красива, правда? Мужики штабелями ложились. А на вас снули эмоций. Обидно, правда? И Кирилл от вас к ней сбежал. Вот тут и вы стали писать гадости о своей любимой подруге в интернете, правда? Признайтесь, это вы ее? Я не обязана выслушивать. Это хамство. Семенович! Семенович, иди и метелиться помогай. Ой, что же по голове-то все время? Оленька. Семенович, все равно нет. Спасибо. Ну, можно было и так. Тамара! Тамара, откройте! Семенович, что стоишь? Давай вот теперь смонтировать. Иди, Олечка. Не подходите! Не подходим. Что пришли? Надо мной посмеяться. Нет. Давайте с вами поговорим. Светка вместо меня в театральную поступила. Я ее только за компанию взяла. А поступила она. Парней моих уводила. Мужики за ней бегали. А я всю дорогу сбоку припека! А потом я познакомилась с Кириллом. Я подумала, что есть на свете справедливость. Что я буду тоже счастлива. Дура! Я и призналась, их познакомила. Ну, разве она... Разве она нарочно его увела? Она знала, что я люблю его. Но я все думала, когда же он вернется. Куда? К этой стерве, да? Том, не надо ее так называть. Нет. Я умоляю тебя. Прости нас. Я читала их переписку в ее телефоне. Это он мне должен был такие слова писать. Такие слова говорить. Она счастье мое украла. Жизнь мою украла. Она все, что-то лепетала там. Что бы упрощает мне? Тот видеоролик. А я все никак ее удушить не могла. Потому что сил не хватало. Она корчила из себя. Святую. Но она мучилась. Она заслужила это. Она ведь вам снится. Верно? Каждую ночь стоит вот в этом самом углу. Вы ее гоните, а она не уходит. И петлю эту вы не сегодня сделали. Потому что жить вам так дальше невозможно. Только поверьте. Если сейчас вы это сделаете, вы ничего не измените. Попросите у нее прощения. Хоть чуть-чуть, но станет легче. Нет. Не станет. Семенович! Я живу. Внимай. Зачем? Зачем мне такая жизнь? А это не вам решать. К счастью. О, я поняла, как ты это делаешь. Что? Предсказываешь. По запаху, да? Я угадала? Да. Запах ладана в машине. Он мог быть, а ты кон. А у тебя просто, ну, аномально чувствительное обоняние. Конечно. Почему ты смеешься, Ника? А вот эти вот все видения твои, это лоббильная нервная система. Все можно объяснить научно. Да. Простите, а вы не видели красную папку Оленевой с докладом? А то ей перед главным выступать, а мы ее все перерыли, не можем найти. Дмитрий Владимирович, а давайте я вам помогу. У Ждановой на столе. По запаху нашла, у нее обоняние. Просто я видела, как Гриша ее туда положил. Как Гриша? Ну, Стасюк. Гриша! 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова